Встречают, конечно же, по одежке. Но я, например, не считаю одежду единственным характеризующим фактором человека с первого взгляда. То есть я считаю, что одежда это, конечно, важно, но также следующим этапом у нас идет улыбка. То есть человек, когда улыбается, соответственно, он открыт и расположен к общению. Далее уже строятся отношения. Итак, что же мы ждем от улыбающегося человека? Конечно, нам хочется увидеть белоснежную улыбку со здоровыми зубами, с приятным свежим дыханием. И это все, конечно, очень важно. И каждый человек стремится, в принципе, к этому. Но хочу сказать, что темные зубы и эмали с желтым оттенком или с темным оттенком не говорит о нездоровье зубов. То есть зубы, содержащие кальций, обязательно будут иметь слегка желтый, либо активно желтый оттенок от природы. То есть это нормально. Эстетический дефект, который, в принципе, не очень приятен глазу, скажем так. Поэтому у меня на канале и в группах, и в Инстаграм весьма часто звучит вопрос, как я ухаживаю за зубами, как я добиваюсь белоснежности своих зубов, с минимальным ущербом для здоровья зубов и с максимально быстрым и эффектным результатом. Впервые такой вопрос прозвучал от Александра Стифлера. Такой вопрос был в контакте. Затем он еще повторялся неоднократно. Но у меня закончились средства, к сожалению, уходовые на тот момент. И я еще долго не делала эту программу. И вот сегодня я решила сделать такой сюжет и открыть все свои тайные моменты по уходу за зубами. Итак, давайте начнем по нарастающей, как обычно, и начнем с обычного ухода. То есть это чистка зубов. Чистку зубов я произвожу два раза в день. Утром и вечером, как минимум. То есть после еды, если есть возможность, в течение дня я тоже стараюсь чистить зубы. Но опять же я чищу зубы с промежутком. То есть если произошла трапеза, затем я выжидаю около часа. То есть после еды непосредственно можно всего лишь пополоскать зубы. Дабы не истончалась и маль зуба, защитная важная оболочка. То есть зубы можно чистить по истечению 40 минут после приема пищи. Итак, зубную щетку я использую всякую разную. То есть в основном это щетки, имеющие такую лазерную заточку на конце. То есть с такой утончающейся щетинкой к концу. Я не знаю, как это правильно называется обработка. Ну вот, как смогла, так и описала. В данный момент это обычная щетка Colgate. Часто я покупаю в Италии щетки, у которых головка в два раза меньше. То есть это еще удобнее и можно пробраться ко всем недоступным местам своей челюсти. Очень важно, конечно, использовать зубную нить. То есть зубная нить в принципе ничем друг от друга не отличается. Только лишь я поняла, что они отличаются по толщине своей. То есть для меня не все нити подходят. Допустим, Смальто Сан, это итальянские нити. Им я предпочла Орел Бит. Они тоньше для меня и удобнее. Также я использую различные итальянские нити. Неизвестных брендов абсолютно в аптеке. Просто вот наугад покупаю и уже подбираю для себя методом проб и ошибок. Мое буквально новое приобретение это эрригатор. Эрригатор это такой аппарат для промывки межзубных пространств. То есть очень такая удобная штука. Здесь есть такой контейнер, куда заливается либо жидкость, либо какой-то травяной настой. Либо даже лесной бальзам я использую в России. Мне он очень нравится. То есть промывает все самые недоступные места, убирает излишки налета, которые в последующем откладываются надолго в зубной камень. Соответственно, вот такой эрригатор помогает все это дело предотвратить, если его постоянно применять. Я выбрала для себя портативный эрригатор, переносной, так как я путешествую. Но вообще существуют такие большие машины с такими коробками. То есть их дома можно стационарно установить, если вы в принципе не передвигаетесь с чемоданами по миру. И я думаю, что они, конечно, будут понадежнее, может быть даже покачественнее. То есть эрригатор, как их выбирать, по каким брендам, я тоже не знаю. Тут опять нужно просто довериться своей интуиции. Вот мой обычный эрригатор Philips Sonicare. Все. Жевательная резинка обязательно после еды, если нет доступа к воде или к щетке. Это лопаточка для очистки языка. Они все отличаются, есть проще, есть сложнее, но смысл один и тот же у них. И вот есть вот такой вот состав, который тоже наносится на эту лопатку и помогает хорошо очистить язык. Ну и давайте, наверное, уже перейдем к самой главной части. Это само отбеливание зубов. Итак, я выбрала для себя домашнее отбеливание. Если точнее сказать, это профессиональное домашнее отбеливание. Называется Night White. Сейчас их тоже огромное количество, но я вот по старинке 6 лет назад однажды воспользовалась и мне понравилось, поэтому я заказала его вновь. Вернее, я его заказала у своего стоматолога. То есть это рекомендация моего стоматолога еще в Москве. Она мне его заказывала, этот гель, и также к нему мне изготавливали капы. Хранятся вот в таком колпачке, показывать я их не буду, потому что я считаю, что это все-таки весьма интимная вещь. И, в общем-то, не стоит этого делать, поэтому ваши капы будут, и вы их рассмотрите. Капы делаются вот здесь вот прямо даже в этой коробочке. В каждом наборе прилагается вот такой материал. Соответственно, снимают слепок и готовят вот из этого материала, из тоненького. Эти капы совершенно тонкие, их совершенно незаметно. Даже, мне кажется, иногда можно на улицу выйти, никто в принципе не поймет, кроме дикции. То есть, если вы не очень хорошо говорите в жизни, еще надеть капы, то, конечно, дикция портится конкретно. О самом составе. Помимо Night White существует еще и Day White. Это я уже читала позже информацию, после того, как я первый раз попробовала этот состав. Чем же они отличаются? Night White используется всю ночь. Его разрешено использовать от 6-8 часов и больше. И Day White используется на полчаса на час в течение дня. Соответственно, гель, который используется дольше, разрешено использовать дольше, он более щадящий. Вот в том-то и прелесть этого состава. Что я могу сказать по поводу состава самого, как по ощущениям, что произошло. Результат, конечно, за первую ночь был потрясающий. То есть, я не могу сказать, что у меня были слишком желтые зубы, но зубы побелели за одну ночь. И сам гель, конечно, не ощущался в первую ночь, первый раз в жизни. И сразу стоматолог меня предупредил о том, что, возможно, будут такие прострелы ночью ощущаться. Но я ощущала легкие такие вот, как будто лопающиеся шарики. Скорее всего, перекиси работает именно так. Она немножко, может быть, там сдувается, как-то что-то происходит. Но как таковых прострелов я не чувствовала. Гель представляет из себя вот такие вот шприцы, два тюба. И надеваешь насадочку, наносишь в капы этот гель через насадочку. Затем нужно ее снять, эту насадочку промыть, дабы гель не смешивался вместе. Второй на третий день, когда я стала продолжать добиваться неимоверных результатов белизны зубов, я, конечно, стала чувствовать дискомфорт. И эти прострелы появились. И самое неприятное, что на утро, конечно, было даже больно снимать капы. То есть была жуткая чувствительность. Я читала о том, что чувствительность возможна, и это нормальная. И в этот момент нужно приостановить, использовать капы и отдохнуть зубам 2-3 дня. Но случилось так на третий день, что я просто хотела выбросить эту коробку. Я не хотела больше использовать их никогда. Я не могла дышать, я не могла кушать нормально. Я перестала им пользоваться. По истечении 6 месяцев я решила повторить отбеливание при помощи Night White. Я решила повторить его уже однократно, на одну ночь. И в итоге, проснувшись на утро, был легкий дискомфорт, но уже не такой, как в первый раз. Зубы, они в принципе не желтели, они не меняли цвет. Белизна, какая была, такая осталась. Но мне, конечно, как и всем, наверное, девочкам хочется, нет предела совершенства. Добиться чего-то такого, иногда мы сами не знаем чего, да. Поэтому, в общем-то, это, конечно, глупо немного. Окей, по истечению еще полугода я решила для себя, что на ночь капы с этим гелем я надевать больше не буду. Я буду использовать буквально вечером эти капы на 2 часа. Это был правильный выбор. Затем год я не использовала этот препарат, потому что он у меня просто закончился. И вот сейчас, через год мне удалось в России его вновь заказать, хотя нужды, опять же, как таковой не было. Но считаю, что профилактика нужна. И, соответственно, я оставила капы на одну ночь. Через одну ночь, да, я чувствовала, конечно, легкий дискомфорт. Я решила для себя, что больше 2 часов я их не оставлю, капы. И как раз по истечению 2 часов появились очень сильные неприятные ощущения. То есть прям такие реальные прострелы, про которые мне впервые, когда я приобретала это, говорил стоматолог. Предупреждала меня, я это ощутила, я сняла, и я решила, что я еще на год оставлю эту коробочку. Минимальными вот такими вот курсами я поддерживаю белизну. Что могу сказать про само состояние зубов? Ухудшилось ли оно? Состояние зубов ни в коем случае не ухудшилось, и даже могу сказать, что улучшилось. Ранее, когда я жила в России, в Москве, я проверялась у стоматолога каждые полгода или год. На протяжении последних полутора лет у меня не было возможности обратиться к стоматологу хотя бы ради профилактики. Вернее, однажды я обратилась, вот в апреле этого года, и я обратилась во Францию, а не в Россию. Мне, конечно, не хотелось сделать это в Европе, я хотела это делать в России, чтобы не было языкового барьера, чтобы можно было объяснить все термины, какие только можно. И во Франции, вот все-таки, я не дождалась, сделала чистку зубов, избавляясь от зубного камня. Это профилактика нормальная, абсолютно каждый человек это должен делать раз в полгода, кажется, даже или в год. И так как ты пьешь кофе, соответственно, это нужно делать обязательно. Я пью кофе, мне не понравилась стоматология во Франции, то есть 10 лет назад в России я делала чистку лазерную, убирала камень лазером, и сейчас я делала во Франции, где это все очень должно быть развито, я делала чистку при помощи машины, вот этой вот жужжащей машины. Вот и все, я решила, что я буду делать, продолжать все свои дела по здоровью в России. И я приехала в Россию, я пришла к врачу проверять наличие кариеса, возможно, что-то новое появилось, но, как мне сказали, что ничего у меня нет, и слава богу. То есть прошло полтора года, и у меня не было ни одного нового кариеса, несмотря на то, что все это время я не проверялась, в принципе, у стоматолога. Вот и все, что я вам хотела посоветовать по поводу отбеливания зубов. Спасибо, что были со мной. Кстати говоря, вопрос, группу ВКонтакте оставляем ли? Все дружненько переходим на Инстаграм. Пишите свои отзывы. Заходим также в Инстаграм, смотрим вот отчеты, новости. Задаем вопросы, пишем комментарии. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok